Ребята, у меня сегодня юбилей! 9 лет в Польше! Ничего себе перемена, правда? Конечно, ведь уже одну пятую своей жизни я прожила в Польше. Да, нечего удивляться, потому что в этом году мне стукнуло 45 лет, и это самая такая значительная первая новость этого года. В этом видео я сначала похвастаюсь, как провела этот год. Он был достаточно интенсивный. Потом пожалуюсь, конечно, на тяжелую жизнь, на культурные различия и так далее. И в конце я сообщу вам фантастическую новость. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Лена. Я до 36 лет, до 2014 года. Жила в Авдеевке, это небольшой городок под Донецком. Когда началась война, я вынуждена переехала в Польшу. Мне было все равно, где начинать свою жизнь заново. И раз уж начинать заново, то почему бы не попробовать в Европе? Так я оказалась в Польше. Языка я не знала. Знакомых у нас здесь особо не было. Работы у меня здесь не было договоренной. В общем, было сложно. Но сейчас 9 лет я здесь. И что же произошло? Каким же был этот 9-й год в Польше? Я очень много работала. В связи с чем мне нужно было очень много интенсивно отдыхать. В этом году исполнились мои желания, если говорить о работе, те самые смелые, о которых я даже не могла мечтать. Во-первых, я сняла новогодний огонек, новогодний концерт. Во-вторых, я сняла тоже как продюсер сериал 4-серийный. И в этом году я участвовала при съемках шоу «Голос Украины». Ну и делала разные другие интересные программы. Но это как бы такие главные новости. Если говорить об отдыхе, о самом приятном, то... Мы были снова 3 раза в Италии. Каюсь. Мы очень любим Италию. Первый раз мы были с друзьями в Доломитах. Ездить я не умею, но очень люблю. Может быть, когда-нибудь научусь. Второй раз мы были с родителями Вальдека в Венеции и на озере Галина. Слушайте, если бы вы знали, какое это неповторимое событие в жизни ребенка, который может повезти своих родителей в Италию. У нас были такие эмоции с Вальдеком. Мы так за них радовались. Мы как будто бы проживали это вместе с ними. Эти первые разы, эти их восторги, восхищения. Это было просто потрясающе. И третий раз мы поехали уже в отпуск, в отпуск для себя. Мы ночевали в Соренто, ездили в Неаполь, на Капри. Мы поднялись на Везувий. Это было супер-супер-супер интенсивно и фантастически, и потрясающе. Потом мы переехали на Горгана на целые 2 недели, чтобы просто отдохнуть. И представьте себе, первая неделя в Соренто и во всех этих путешествиях была такая интенсивная, на что мы 3 дня спали просто. Вы можете посмотреть об этом в отдельных фильмах. Все ссылки я оставлю внизу под этим видео. И вот наступает вторая часть этого видео, в которой я буду жаловаться. Весь этот год, все поменялось в этот год, потому что приехало очень большое количество украинцев. И если честно, то меня достали уже разговоры об украинцах, потому что, к сожалению, не все ведут себя хорошо. Вы знаете, те, кто со мной давно на канале, вы знаете мою политику визии, видения эмиграции. Мы здесь гости, и я здесь гость до сих пор, у меня вид на жительство, но я все равно гость. Я здесь не родилась, это не мой дом, я сюда приехала. И мне кажется, что мы должны себя здесь вести, как гость, которого хотят оставить, которого хотят пригласить еще, которого хотят угощать, как гость, который приезжает с дарами, хочет как-то понравиться, ведет себя по правилам. А не как тот человек, которого хочется поскорее отсюда выбросить. К сожалению, не все украинцы, которые сюда приезжают, так себя ведут. Я наслушалась очень много историй. И с одной стороны, я устала слушать эти истории, потому что мне стыдно за моих соотечественников. А с другой стороны, я устала слышать эти истории, потому что я не имею влияния на моих соотечественников. То есть я себя так не веду, но я это слышу. И у меня возникает чувство испанского стыда. И мне тяжело с этим, ничего не могу сказать. Однажды я была на обеде со своей подругой. И когда мы выходили из ресторана, то мы встретили женщину-украинку, подписчицу. И она рассказала такую интересную историю. Она сейчас шла вдоль бульвара над Вислой и чувствовала себя очень плохо, потому что она все время осмотрела свой телефон и читала эти новости. И ей было одиноко, ей было грустно, она чувствовала себя потерянной. И у меня возник вопрос. Почему же ты не смотришь по сторонам? Почему ты не можешь отложить этот телефон? И просто наслаждаться тем, что есть. Да, я понимаю, что в Украине сейчас плохо. Она о ком-то переживает. Но ее эти переживания и ее самомазохизм, он абсолютно не сделает лучше тем людям, которые остались в Украине. Для того, чтобы им помогать, мы здесь должны быть сильными. Мы должны заботиться о своем ресурсе. Нам должно быть здесь хорошо. И с другой стороны, мы должны тоже думать о тех людях, которые нас здесь приняли, которые дали нам крышу над головой и так далее. Оглядываясь назад на все эти 9 лет, мне вспоминается один самый тяжелый период, когда мы расстались с Олегом. Это где-то было посредине, 4 года назад. Я понимала, что не каждая семья пройдет испытание миграцией. Наша не прошла, потому что уровень стресса был очень высокий. Каждый из нас менялся по-своему в своем темпе. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Каждый по-своему переживал этот стресс, и я не справилась. В какой-то момент я поняла, что мне проще остаться одной с ребенком в чужой стране и думать только о том, как выжить, чем еще переживать из-за того, как у меня дома, как у меня не складываются отношения, как мы ссоримся, как между нами появилось недопонимание. И в какой-то момент я вдруг поняла, что мне надо избавиться от части стресса в моей жизни. И я выбрала, что я избавлюсь от этой части стресса. И лучше я буду думать только о том, как заработать, как выжить, чем еще и о том, как мне выстраивать отношения сейчас с другим человеком. И я вам скажу, что это было одно из самых тяжелых событий в моей жизни, которое усилилось тем, что мы находились в эмиграции. У меня здесь не было мамы, папы, не было подружек, которым я могла плакаться. Я помню момент, когда я вернулась со съемок, а его уже не было. И я сидела на кровати в пустой спальне, и я просто думала, что же мне теперь делать. Мне было так страшно, мне было просто ужасно страшно. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной, такой потерянной. Единственное, что я понимала, что теперь все в моей жизни зависит исключительно от меня. И не только в моей, в жизни моей и моего сына. Я не могла ведь сказать ему, ты больше не будешь танцевать, или нам больше негде жить, потому что мама не справляется. Нет, эта вся большая ответственность вдруг в первый раз в жизни упала на меня. И в этот момент я стала взрослой. Именно в этот момент в чужой стране, в эмиграции, оставшись одна с ребенком, я стала взрослой. И вы знаете, после этого моя жизнь резко изменилась в лучшую сторону. Просто потому, что я приняла на себя ответственность на 100%. Моя эмиграция была вынужденной, поэтому она не могла быть легкой. Я не была к этому готова, мы не были готовы. У нас не было финансовой подушки, у нас не было знания языка. Нам приходилось просто скалы пробивать. Но это был очень прекрасный опыт, который дал нам мне такие умения, такие навыки, о которых мы, эмигранты, очень часто забываем. Мы их недооцениваем. Мы никогда не пишем в резюме о нашей эмиграции. А оказывается, нужно, потому что мы более стрессоустойчивые, мы более эластичные, мы умеем приспосабливаться к новым обстоятельствам, мы умеем действовать в тяжелых условиях. И надо понимать, что то, что с нами происходит, это дает нам, правда, суперсилу. Это очень сложно. Я, правда, прожила несколько тяжелых моментов. Это длилось месяцами. И у меня бывали минуты такого отчаяния, что мне хотелось кричать, мама, возьми меня на ручки. Только я понимала, что я в Польше, я как будто бы заново родилась, но только мамы рядом со мной нет. Когда ребенок рождается, у него есть двое взрослых, которые о нем заботятся. Или, по крайней мере, один взрослый. Когда рождается эмигрант в новой стране, у него нету того костыля, нету той опоры. И это страшно. Начинается кризис самоидентичности, начинается адаптация, начинается осознавание разницы культурного кода. Через это просто надо пройти. Есть очень хороший способ, чтобы это было легче. Надо принять решение. Надо принять решение, остаюсь я здесь или я здесь ненадолго. Это очень помогает. Я сюда ехала, чтобы здесь жить всегда. И сейчас я себе не представляю жизни где-то еще. Мой дом здесь, в Польше. Я себя здесь чувствую хорошо. Но полькой я себя пока не чувствую. Я думаю, что никогда не почувствую, поскольку 36 лет я жила в другой стране. Я росла на других сказках. Я читала другую литературу. Я росла в других ценностях, в другой культуре, с другой религией. Это все оставило неизгладимый след на моей личности. И я могу научиться чему-то здесь, но мой культурный код все равно будет в какой-то мере тем же. Поэтому полькой мне не быть, даже если я получу гражданство. Гражданства у меня пока нет. Но это следующий шаг. Почему я его не сделала раньше? Просто потому, что это дополнительный стресс. А я хочу... Это слишком. Все, эта миграция, несмотря на то, что было 9 лет назад, была большим стрессом. И я все еще стараюсь другие виды стресса ограничивать в своей жизни. Что я для этого делаю? Спортом занимаюсь. Недавно 110 километров опять проехали на велосипеде. Тренируюсь, бегаю, бегаю. Понимаете, почему? Потому что побегав утром, я чувствую себя супергероем. У меня есть силы для того, чтобы делать что-то еще. Стало ли мне сильно легче? И да, и нет. Какие-то вещи просто супер сложились, какие-то по-прежнему вызывают сложности. Если бы тогда, 9 лет назад мне сказали, если бы тогда, 9 лет назад мне сказали, что, слушай, через 9 лет будет вот так, ты будешь с этим мужчиной, ты будешь на этой работе, у тебя будет вот такая вот съемная квартира. Я бы сказала, да, окей, 100% я в это вхожу. Да, я через все это пройду, чтобы снова быть здесь. Но я все еще вижу потенциал. Я все еще ставлю цели. Мы ставим совместные цели. Жизнь никогда не доходит до точки, что все, я довольна. Жизнь – это постоянное развитие. Я рада, что я еще все еще развиваюсь. И теперь та самая главная новость. В фильме «8 лет в Польше» я рассказывала о том, что мы с Вальдеком обручились. И пришло время сделать следующий шаг. Но не все так просто. Не может просто так украинка в Польше выйти замуж за поляк. Потому что необходимо собрать документы, одним из которых является документ, который я должна бы получить в Украине, что Украина не имеет ничего против, чтобы я взяла шлюп в Польше с поляком. Но с 2011 года в Украине такой документ не выдают. Поэтому нужно обратиться в суд польский и получить разрешение на освобождение от предоставления этого документа здесь, в Польше. И мы это сделали. Мы получили это разрешение, дождались, пока оно вступит в силу. В июле мы поехали. Зарезервировали. Зал. Зарезервировали. Время. И подали документы. Подробности в следующем фильме. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...